Я начну с того, что я, конечно, очень благодарен организаторам. Это мой первый визит в Казань, как-то так сложилась моя научная судьба, что я в первый раз сюда приехал. Поэтому, конечно, большое спасибо. Интересно. Я постараюсь по этому рассказывать достаточно, может быть, то есть не только совсем уж свежие результаты, но и какие-то результаты, которые получены в течение последних лет десяти, скажем, как мной, так и моими учениками. Какие-то результаты, конечно, упомяну. Речь пойдет вот о чем. Я думаю, что все понимают, что свойства или строения конечной группы, если мы рассмотрим, значит, оно тесно связано, может, так сказать, о нем многое можно сказать, используя некоторые арифметические там характеристики или свойства группы. Арифметические, значит, которые легко выразить числами. Ну, там, можно начать с теоремой Лагранжи, с теоремой Силова, там, чтобы упомянуть такие классические результаты. Но если мы говорим о влиянии, ну, вот некоторого множества арифметических, так сказать, инвариантов или там параметров на строение группы, то, пожалуй, самое сильное утверждение, которое может быть сделано в таком ключе, это, значит, утверждение о том, что группа просто вот однозначно определяется, ну, с точки зрения эзоморфизма, конечно, вот некоторым набором своих арифметических характеристик. Вот примерно о такого сорта задачах сегодня и пойдет речь в моем докладе. Ну, вот, было заявлено, что два языка у конференции, русский и английский официальные, поэтому, в общем, слайды пусть будут английские, а говорить я буду, конечно, по-русски. Так, значит, опять, по-моему, не шевелится. О, пошло, да? Замечательно. Значит, ну, итак, речь пойдет, да, я хочу сразу сказать, что, ну, я, конечно, рассчитывал, так сказать, когда думал о докладе, понятно, что не все присутствующие в аудитории, ну, или подключившиеся к докладу, значит, могут быть, так сказать, так уж интересуются конечными группами, поэтому я постараюсь сделать доклад достаточно понятным для широкой аудитории, алгебрологической, значит, но поэтому прошу прощения у всех, кто, так сказать, ну, хорошо знаком с предметом, может быть, будут какие-то вещи, которые достаточно понятны. Итак, мы будем говорить в основном о конечных группах, если группа не конечная, я об этом специально скажу. Значит, ну, опять-таки, можно, там, существует масса самых разных, так сказать, арифметических характеристик у конечной группы, но вот сегодня нас будут интересовать вот какие характеристики. Значит, порядок группы, число элементов в ней, значит, множество простых делителей, порядка, значит, множество, ну, которое здесь названо множеством индексов элементов, значит, ну, более точно это, значит, размеры классов сопряженных элементов. Вот, но такой хорошо известный факт, что в сопряженном классе, значит, элементов ровно столько, сколько, чему равен индекс централизатора соответствующего элемента в данной группе, поэтому можно вот говорить о индексах, можно говорить о размерах классов сопряженных элементов. Значит, это множество я буду обозначить через n от g, ну и, наконец, множество порядков элементов группы или спектр группы, как его в свое время предложил называть Сергей Иванович Адян, значит, в 80-х еще годах, говоря там о некоторых задачах в периодических группах. Вот, значит, тут я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о множестве. Вот, скажем, в группе может быть много инволюций, элементов порядка 2, но в спектре будет, конечно, только одна двойка, то есть это именно множество. Да, еще ни в одном моих утверждений не будет вот этого объекта последнего, но, так сказать, там иногда удобнее его, значит, использовать это понятие, это понятие графа простых чисел. Оно позволяет иногда визуализировать некоторые свойства как раз спектра группы, потому что граф, этот граф Грюнберга-Хегеля, граф простых чисел этим множеством, конечно, определяется. Значит, он устроен так, вы берете два простых делителя, значит, которые делят порядок группы. Ну, понятно, что есть элементы таких порядков, просто в силу теоремы, в силу теоремы, там, Силова, скажем, прошу прощения, в теореме Лагранжа. Вот, но, значит, и два, вот этих два простых числа, значит, вот они связаны ребром, смежные в этом графе, если у нас есть элемент порядка ПКУ, но если элемента порядка ПКУ нет, значит, то тогда такого ребра нет. Так, дальше, значит, ну, теперь, значит, вот что можно пытаться, так сказать, какие такого сорта задачи можно решать? Значит, легко понять вот какую штуку. Нас интересует вот ситуация, когда вы можете группу, ну, там, с точки зрения изоморфизма описать более-менее однозначно этим по наборам параметров. Ясно, что не для всяких конечных групп вот этот подход годится, потому что, скажем, ну, только групп порядка 2 в 10 имеется порядка с 50 миллиардов, попарно не изоморфных, их там 49 миллиардов с копейками, скажем так. Поэтому ясно, что, вот, скажем, два группы или там П-группы, ну, в общем, вряд ли разумно пытаться их, так сказать, как-то, значит, вот пытаться характеризовать каким-то набором порядков элементов, неважно. Там, конечно, ничем, кроме таблицы умножения, не обойдешься, да и то, как вы, наверное, знаете, ну, проблема, значит, изоморфизма групп, вот заданных своими таблицами умножения, все еще у него нет, значит, неизвестно, есть ли полиномиальный алгоритм, который решает эту проблему. Вот, но оказывается, если мы займемся, если мы остановимся на конечных простых группах, а это очень важный объект в теории конечных групп, ну, хотя бы потому, что, значит, ну, как вы знаете, в теореме Жордана Гюльдера любую конечную группу можно составить просто из простых групп. Вот если посмотреть на такие группы, оказывается, они как раз хорошо поддаются вот такого сорта характеризаций, как мы увидим, собственно, в этом докладе. Да, но я напомню, значит, что такое конечные простые группы. Вот теорема их классификации была, значит, была, по большему счету, завершена, ее доказательства, по крайней мере, об этом было объявлено в начале 80-х, или в конце 70-х, там по-разному можно это считать. Значит, но все же, наверное, важной такой вехой стала после этого все-таки еще в 2004 году вышла такое полное доказательство, по крайней мере, так называемого, квазитонкого случая в такой статье, или, лучше сказать, в книге Ашбахера-Смитта. Но и такое полное доказательство, которое пишется по-прежнему, так сказать, оно, на самом деле, довольно близко уже к завершению, но тем не менее. То есть это такая грандиозная теорема, которая появилась на нашей, так сказать, памяти. Значит, итак, ну что такое, конечно, простые группы? Значит, ну понятно, что вот есть группы простого порядка, это единственные такие абелевые простые группы. Ну а если говорить о неабелевых группах, то это помимо, значит, вот некоторых исключительных, совсем уж исключительных, 26-ти спорадических примеров, значит, это либо группы подстановок знакопеременные степени, там, начиная с пяти, ну либо огромный класс, очень интересный и, так сказать, важный класс групп леего типа. Значит, в группах леего типа тоже, на самом деле, ну в соответствии, как вы, наверное, знаете, опять, как известно, значит, вот алгебры ли есть там бесконечные серии, а есть исключительные некоторые, так сказать, алгебры ли. Ну вот им соответствуют, значит, исключительные, соответственно, группы леего типа, ну и так называемые классические, потому что вот таким стандартным сериям алгебры им соответствуют, ну вот, соответствующие группы, которые имеют естественное матричное представление. Да, значит, вот этот тот объект, с которым мы работаем, значит, да, это тоже такое простое наблюдение, понятно, что центр, то есть множество элементов, капутирующих, так сказать, с остальными элементами в группе, в любой простой группе тривиально, вот, но это означает, что фактор группа, это означает, что группа внутренних автоморфизмов, так называемая, группа порожденная, вернее, группа, так сказать, состоящая из элементов, из сопряжения, которым соответствует сопряжение, вот, она просто изоморфна, значит, в самой группе в данном случае, ну и поэтому мы всегда можем считать, что наша группа, значит, наша неабелева простая группа, она просто вложена в свою группу автоморфизмов, вот, ну и, значит, вот любая группа, которая как раз зажата между, значит, простой группой и ее группой автоморфизмов, она называется почти простой, вот, ну, естественно, тут имеется в виду неабелевые простые группы, В 1887 году, как я сказал, уже к тому моменту было объявлено, классификационная теорема была и сформулирована, и объявлена. В 1880-е годы было очень много такого сорта работ, проблем, связанных с тем, что мы уже имеем классификацию конечных простых групп. К 1887 году относятся на самом деле две гипотезы, которые возникли в переписке между китайским математиком Шиву Джи и американским математиком, очень известным Джоном Томпсоном. Шиву Джи написал письмо Томпсону, в котором высказал такую гипотезу. Он сказал, давайте мы возьмем конечную простую группу, любую, и возьмем любую конечную группу, у которой такой же порядок и такое же множество порядков элементов. Так вот, тогда они обязательно должны быть изоморфны. Томпсон ответил, что да, если бы это удалось доказать, это был бы совершенно выдающийся результат, но предложил свою гипотезу, что точно так же любую конечную простую группу можно охарактеризовать своим множеством как раз размеров, классов сопряженных элементов. Но, конечно, тут надо сказать, что в классе групп без центра, или с тривиальным центром, может быть, более точно. Почему так? Потому что ясно, что центральных элементов у них, значит, вот этот индекс, у них централизатор вся группа, поэтому, соответственно, индекс это единичка. Поэтому вы всегда можете это безболезненно умножить любую конечную группу, скажем, на любую абелевую группу просто прямо, и у вас не изменится соответствующее множество n. Поэтому тут, конечно, разумно наложить вот такое условие. Ну вот, собственно, про эти две гипотезы я не буду много рассказывать, потому что, в общем, обе они, слава Богу, доказаны, в общем, они справедливы, это такой известный факт. Хотя чуть-чуть я, конечно, скажу пару слов, тем более, что все это произошло, опять-таки, не так, чтобы давно. Значит, ну, сначала про гипотезу Ши. Собственно, сам Ши, его коллеги, ученики китайские, значит, они довольно сильно продвинулись, и к 2003 году они там справились с, ну, понятно, с парадическими группами, с знакопеременными группами, и с исключительными группами типа, и даже с несколькими сериями, ну, большинством серий таких классических групп, вернее, большинство, неважно. Вот, но, тем не менее, вот, где они остановились, это они не справились с ситуацией, когда вы имеете дело с симпатическими, так называемыми, группами, ну, или ортогональными группами, вот, в некоторых, там, соответствующих случаях. Вот, но более точная формулировка вон там есть на носке. Вот, и проблема была в том, что вот их методы, по крайней мере, те, которые, так сказать, они используются, они точно не годились. Вот это, значит, стало понятно после такого анализа этой ситуации. Вот, но, в конце концов, эти сложности удалось преодолеть. Правда, для этого пришлось придумать несколько иной подход. Вот, опять-таки, об этом я чуть-чуть подскажу. И вот, в 2009 году вышло, на самом деле, две там довольно больших работы у нас с Марией Александровной, Личкосеей Викторовичем Мазуровым, в котором, собственно, оставшиеся случаи тоже были сделаны. Причем вот наш подход, он, конечно, сразу, понятно, с помощью него можно сделать все остальные случаи совершенно естественным образом, поэтому это уже теперь не гипотеза, а просто теорема такая и так. Значит, любая конечная простая группа однозначно характеризуется своим спектром и порядком в классе всех конечных групп. Еще раз, не среди простых групп, а именно в классе всех конечных групп, конечно. Вот, значит, ну теперь про гипотезу Томпсона. Значит, пожалуй, там первое такое серьезное продвижение было сделано тоже китайским математиком, учеником Ши Ченьгу Юням, он в своей кандидатской, на самом деле, диссертации, придумал, что делать с группами, у которых так называемый несвязанный граф как раз простых чисел, о котором я говорил, несвязанный, это значит, что, ну понятно, у него должно быть там по крайней мере две компоненты связанности. Там несколько было его работ на эту тему. Потом еще немножко были некоторые продвижения, но вот ситуация, когда граф связанный, он там плохо чего-то удаловалось сделать. Потом я написал небольшую заметку, которая как раз шла речь о каких-то совсем таких примерах, где граф все же связан. Что-то еще сделал там ИШС, вот хорошую статью написали. Но, пожалуй, тут важный вклад, конечно, внесла Неда Аханжедех, это женщина-математика из Ирана, довольно молодая на самом деле. Она написала замечательные совершенно работы о классических группах. Но тоже у нее не все, даже если мы говорим о классических группах, не все получилось. Вот в частности оставались, подвисли там серии ортогональных групп некоторые. Но для знакопеременных групп было совершенно непонятно, что делать. Но вот с этими сложностями справился совсем недавно Илья Борисович Горшков, собственно, главный результат его докторской диссертации. Он доказал, рассмотрел оставшиеся случаи, я не буду подробно об этом говорить. Но, собственно, теперь это тоже не гипотеза, а это теорема. Итак, любая конечная группа однозначно характеризуется вот этим множеством размеров классов сопряженных элементов или множеством индексов, значит, элементов вот в классе всех конечных групп с тривиальным центром. Вот такой вот результат. Да, ну вот теперь мы вернемся опять, мы вернемся еще немножко в конце доклада вот к этой ситуации, когда речь идет о классах сопряженных элементов и их размерах. Но сейчас мы опять пойдем туда, где речь идет о множественных порядках элементов. Значит, вот тут я должен заметить, что в каком-то смысле, несмотря на то, что вот, конечно, гипотеза Ши очень красивая и очень короткая, допускает очень короткую формулировку, в каком-то смысле, на мой взгляд, это такой, ну пусть и красивый, но не совсем такой правильный результат с точки зрения такой внутренней вот этой математики. Я попробую сейчас объяснить, почему. Значит, смотрите, вот как Ши, собственно, пришел к этой гипотезе. На самом деле Ши занимался, как и немецкий математик Рольф Брандл, они более-менее параллельно это сделали, они занимались задачей, которая восходит там Грэму Хигману и Миха Сузуки, таким классиком теории конечных групп. Ну, Грэм Хигман, на самом деле, не только конечных групп, конечно. Задачка была такая, значит, вот надо понять, как устроены просто конечные группы, в которых множество порядков элементов, это просто состоит только из степеней простых чисел. Хигман, на самом деле, объяснил общую некую структуру таких групп, в том числе неразрешимых. Сузуки в 62-м году, так сказать, описал все такие простые группы. И вот в 80-х годах Ши и Брандл занимались такой, тогда они еще не были знакомы, занимались вот такой задачкой, как бы все-таки все конечные группы описать. Ну и, собственно, Ши сообразил тогда, в частности, такой группой является самая маленькая неабелева простая группа, группа А5, у нее спектр состоит из чисел 1, 2, 3, 5. Это легко сообразить, это задача для студента. И он сообразил, что из этого описания, которое они получили, в общем, получается, что других-то групп нет конечных, вот с точно таким же спектром. Он посмотрел, ну понятно, что следующая группа какая, можно посмотреть на группу, ну если по порядку, то, конечно, по SL27, но такая естественная группа, понятно, А6, то есть знакопеременная группа степени 6. Но вот, к сожалению, для нее это казалось неправдой. Собственно, поэтому он и добавил порядок в ту гипотезу, которую высказал. То есть вот, еще раз подчеркну, значит, группа А5 однозначно характеризуется своим спектром вот этим множеством порядков элементов 1, 2, 3, 5, не в классе групп порядка 60, то есть такого же порядка, как и она, а в классе всех конечных групп. И в каком-то смысле вот эта естественная постановка, она такая здесь. Вот убрать из этого условия, постараться убрать из этого условия условия на равенство порядков группы. То есть характеризовать группу, ну простую, скажем, группу, в классе всех конечных групп только своим множеством порядков элементов. То есть это гораздо более такая интересная задача, гораздо более трудная, как легко понять. Ну и, собственно, хотя, к сожалению, здесь нельзя сформулировать такую красивую, в смысле такую однозначную теорему, как в случае, если мы добавим порядок, но, тем не менее, оказалось, что здесь есть некая разумная гипотеза, о которой мы сейчас поговорим. Давайте, во-первых, будем для простоты говорить, что две группы изоспектральные, если у них как раз один и тот же множество порядков элементов, значит, будем говорить, что группа распознается по спектру или просто распознается в моем докладе, если равенство спектров влечет изоморфизм, ну и почти распознаваемость, скажем, если существует, может быть, не одна группа, но конечное число. Дело в том, что это относительно несложное утверждение, которое было замечено, аккуратно доказано Мазуровым, состоит в том, что если у вас есть в вашей группе нетривиальная нормальная абелева подгруппа, ну а так будет всегда, если у вас, скажем, нетривиальный разрешимый радикал в вашей группе есть, то групп с таким же спектром всегда будет бесконечно много. Эту серию несложно построить, эту бесконечную серию просто конструктивно. Ну и с другой стороны, если мы говорим о простых группах, оказалось, что да, есть некоторые исключения, да, есть некоторые, к сожалению, группы, типа группы А6, для которых это неправда. Но в большинстве случаев это все-таки, на самом деле, если мы возьмем группу изоспектральную простой, просто изоспектральную, то она вообще, к сожалению, не обязана изоморфной быть, но она должна быть близка к ней, в том смысле, что она должна быть как раз зажата между вот этой группой Эли, сходной простой, и ее группой автоморфизмов. Помните, я говорил, что вот можно считать, что неабелева простая группа просто сидит внутри своей группы автоморфизмов. Вот, и поэтому, на самом деле, неабелевых простых групп даже почти распознаваемость лучше понимать так. Значит, мы говорим, что неабелева простая группа почти распознаваемая, если она как раз сидит между... Если любая группа ей, значит, изоспектральная, сидит между Элли и ее группой автоморфизмом. На самом деле эти два разных определения в случае Нябель в простой группе это практически одно и то же, опять-таки за некоторыми простыми исключениями. Да, так вот в чем была гипотеза Мазурова, которая тут в заголовке на самом деле. У нее была такая довольно точная формулировка, на самом деле явно она была высказана на вот этой конференции в Санкт-Петербурге в 2007 году, в Адеевской. Значит, я, чтобы ее объяснить, на самом деле лучше сразу покажу, она тоже справедлива, в общем, по крайней мере в таком общей постановке. Я просто покажу, что это означает, и тогда станет понятно, в чем она состоит. Итак, ну это такая современная версия. Итак, давайте возьмем Нябель в простую группу, на которую мы накладываем такое условие. Из фарадических групп, их 26 штук, насколько мы с вами помним, значит, надо выкинуть группу Янка-2, одну группу. Значит, из накопеременных, ну вот они там, там такая серия, начиная с пяти, надо выкинуть группы степени 6 и 10. Значит, из всех исключительных групп Лиего типа, а это на самом деле 9 таких бесконечных серий групп, которые соответствуют исключительным алгебрам Ли и там их там всяким скрученным соответствующим вариантом, вот там тоже надо убрать всего одну группу. Вот. Ну а вот с классическими группами там все немножко похуже, но там надо предположить, вот по крайней мере, так сказать, и это вот, в общем-то, и была гипотеза Мазурова, что вот начиная, по крайней мере, с некоторой размерности, это будет правда. То есть генерически это верно. Вот. Но, то есть, если мы возьмем любую из таких групп и предположим, что есть конечная группа с тем же самым спектром, то вот оказывается, вот эта конечная группа должна лежать между Ли и ее группой афтоморфизмов. Более того, это уже более поздняя такая, так сказать, тоже трудная добавка. Вот. На самом деле все такие группы известны. Но об этом я чуть позже скажу, чуть подробнее. Вот. И вот в некотором таком точном смысле на самом деле с еще чуть большей оценкой. Эта гипотеза была доказана в 15-м году. Вот. Но, если коротко, чтобы не говорить, так сказать, смысл, значит, он такой, значит, вы и так можете запомнить это так. Почти все простые группы почти распознаваемы. Правда, почти все, тут надо понимать вот аккуратно. То есть для классических групп надо исключить некоторые размерности. Ну, а общее понятно. То есть что здесь остается открытым, так сказать, остается открытым случай, и вот когда у нас размерность вот между 5 и 38 в классических группах, на самом деле там много чего известно, это очень такой, то есть там, конечно, гораздо больше нам известно, чем неизвестно, но тем не менее, вот пока, если говорить в общем, то ситуация примерно такая. Так. Ну, хорошо. Да, ну совсем немножко, значит, чуть подробнее, значит, про гипотезу Мазурова, так просто, чтобы у нас было, так сказать, представление. Как я уже говорил, значит, вот про спорадические группы. Итак, к примеру, в 98-м ХРС году, там много было, несколько работ, по крайней мере, и вот последняя работа была совместная Мазурова и ШИ, в которой, собственно, там разбирались некоторые случаи, вот, ну и строился этот пример с Янка-2. Значит, итак, вот 25 групп распознаваемых, причем они прямо просто распознаваемые, то есть если вот равенство спектров влечет изоморфизм групп. А вот Янка-2 можно построить изоспектральную группу, в которой есть уже нормальная Абелева подгруппа. Ну, это, собственно, такое сплетение вот такого модуля, на самом деле, шестимерного неприводимого группы, знакопеременной группы А8, вот в этом естественном полупрямом произведении оказывается будет такой же спектр, как у группы Янка-2. Ну и поскольку у нас возникла группа с тем же спектром, у которой есть нетривиально нормальная Абелева подгруппа, то, как мы знаем с предыдущих слайдов, это значит, что таких групп бесконечно много можно построить. Да, значит, ну, в знакопеременный случай тоже, значит, вот надо исключить группу 6 и 10, там тоже можно построить соответствующие изоспектральные группы с нормальными Абелевыми подгруппами. А вот во всех остальных случаях, как это было доказано в 2012 году Илье Игоршковым, то есть последний вот такой генерический случай сделал я, такой замечательный, очень короткий, но он интересный, на работе. Вот, там опять-таки правенство спектров лечет просто изоморфизм групп. Значит, если говорить о группах Лиева типа, то тут ситуация такая, значит, тоже вот в исключительных группах Лиева типа достаточно исключить одну группу всего лишь, 3D4,2, такой тройственной группы Стейнберга над полем порядка 2, так называемая. Вот, и вы опять получите, да, правда, значит, получите вы вот что. Тут уже, к сожалению, нельзя сказать, что ваша группа с тем же спектром будет обязательно изоморфной исходной группой, но она будет как раз вот лежать между Ли и ее группой автоморфизм. Ну, а вот в случае тройственной группы Стейнберга как раз опять-таки, вот тут хорошо видно, почему эта задача совершенно сложнее, чем задача, скажем, вот так в постановке с тем же самым порядком, потому что тут никакой задачи бы не было, конечно, для 3D4,2, никакого исключения бы не было. Дело в том, что, да, вот оказывается, вот эта тройственная группа Стейнберга может действовать некоторым правильным образом, на некотором есть такой неприводимый модуль, два модуль, на котором она действует так, что естественное полупрямое произведение содержит элементы, если мы посмотрим на порядки элементов вот такого множества, у него будет такое же, как у исходной группы. Ну и, наконец, если говорить о классических группах, то, значит, вот в 2015 году, на самом деле, вот это там было, в разных сериях разные оценки, но оценка была порядка 60, наверное, на размерность. Сейчас она спустилась до 38, но принципиально, тем не менее, факт был доказан именно тогда. Значит, вот если вы возьмете классическую группу достаточно большой размерности, то равенство спектров влечет, на самом деле, в данном случае, опять-таки, почти распознаваемость соответствующей группы. Вот в тех терминологии, о которых я говорил. Да, ну хорошо, значит, теперь мы поговорим немножко вот о чем. Итак, мы поговорим о ситуации, когда, ну, значит, вот, во-первых, во многих случаях мы знаем, значит, ответ, значит, как устроена группа, у которой тоже самое нужно в порядке элементов, как у простой группы. Вот, значит, но в некоторых не знаем, а в некоторых, по-прежнему, так сказать, хотелось бы некоторые общие факты установить, которые верны всегда, независимо от того, распознаваемая там группа, нераспознаваемая, почти распознаваемая. И вот немножко о таких фактах мы поговорим. Значит, ну, во-первых, давайте сразу поймем, как может быть устроена вообще, значит, группа, у которой, вот, конечная группа в общей ситуации, значит, которая изоспектрально простой. Значит, есть три конкретные группы классические, а именно, значит, линейная группа, значит, над полем порядка 3, размерности 3. Значит, унитарная группа и симпатическая группа размерности 4, но все над полем порядка 3, у которых можно построить изоспектральные группы, разрешимые группы изоспектральные, да. Но это вот ровно 3 случая, больше таких групп нет. То есть во всех остальных случаях группа изоспектральная простой будет неразрешимой. Более того, оказывается, она всегда имеет ровно один неабель в композиционный фактор. Это значит, что она устроена вот так. Сейчас я покажу даже картинку чуть позже. Она устроена так. В ней есть такой нормальный ряд, значит, обязательно. Значит, группа К, это вот первый член этого ряда, это разрешимый радикал. Потом, ну, следующий фактор таков, что фактор группе по разрешимому радикалу у вас как раз неабелева простая группа, ну, а последний кусочек, он лежит, значит, в группе внешних автоморфизмов, соответствующей группе. Ну, и в частности, ну, вот, в силу справедливости гипотезы Шраера, так называемой, эта группа, конечно, разрешима, вот этот фактор группа ЖПО-Аш. А вот, значит, это вытекает с классификации, конечно, их простой групп. К сожалению, независимого доказательства гипотезы Шраера по-прежнему нет. Вот, ну, опять-таки, удобно это смотреть, вот представлять в виде такого снеговика, значит. Значит, вот у вас внизу, значит, итак, вот у вас есть группа Ж, она, значит, у нее такой же нужный спорядок элементов, как у простой группы. Тогда, значит, у нее, вот, есть, может быть, разрешимый радикал, возможно, тривиальный, потом, значит, неабелевый композиционный фактор, ну, и потом вот некоторая подгруппа, группа внешних автоморфизмов, значит, этого фактора. Да, оказывается, да, значит, ну, мы знаем, что во многих случаях К просто тривиально, но, тем не менее, вот в общей ситуации, оказывается, удается, и это недавний такой вот результат, полученный вместе с китайским математиком, с москвиченицами, англической Косеевой, с китайским математиком Яном Наннином, вот, удалось понять, на самом деле, что во всех, значит, нужно исключить еще группу вот А10, к сожалению. Это было давно понятно, значит, можно, оказывается, вот этот разрешимый радикал обязательно нельпотентная группа. То есть это такой довольно любопытный результат, который удалось недавно вот понять. Ну и вторая вещь, это вот, то есть, сейчас, если вернуться вот к картинке, да, то есть мы знаем, что К, то есть во многих случаях это единица, но уж по крайней мере она нельпотентна. А вот что можно сказать про группу ЖПОАЖ, про этот фактор группу, да, мы знаем, что она разрешима, но вот гипотеза состоит в том, что на самом деле она циклическая. И я думаю, что да, что это вот тоже, так сказать, это вот может быть логичнее, то есть моя, по крайней мере, гипотеза состоит в том, что эта группа всегда циклическая. По крайней мере, это, конечно, так всегда для тех групп, для которых мы знаем ответ уже, вот полностью, для которых мы знаем все группы зоспектральные, да. Но это, скорее всего, опять-таки, можно доказать и независимо, вот, не перебирая все эти случаи. Ага. Да, пару слов. Сколько у меня осталось времени? 15 минут, да? Значит, вот буквально пару слов я хочу сказать вот о чем. Значит, ну, значит, мы знаем, что, вот в силу теоремы Мазурова-Ши, значит, что если у нас есть нетривиальная нормальная абелевая подгруппа, то группы не распознаваем. То есть там бесконечно много всегда групп с тем же самым множеством порядков элементов. Что можно сказать? Да, значит, по крайней мере, это означает, что разрешимый радикал должен быть тривиальным. Если мы говорим о хотя бы почти распознаваемости группы. Но это означает, что цоколь группы, то есть вот вашей конечной группы, то есть произведение минимальных нормальных подгрупп, это просто произведение неабелевых простых групп. Но, то есть вот хорошо рассмотрен случай, когда она одна, там, эта группа, а вот что может ли быть так, что там не одна простая группа сидит? И группа по-прежнему распознаваема, ну или почти распознаваема. И такие примеры есть. Вот Виктор Данилович в своё время построил замечательный пример с группой Сузуки. Это такая исключительная группа соответствующей алгебре В2, но нужно её ещё скрутить, так сказать, соответствующим образом. Над полем порядка 128. Во-первых, оказывается, прямое произведение двух таких групп, распознаваемая группа. Во-вторых, на самом деле, можно взять даже, на самом деле, в цоколе запихать даже 23 таких группы. Но правда тогда их надо определённым образом ещё перемешивать с помощью некоторой группы фрабениуса, которые специальным образом перемешивают эти факторы. Тем не менее, это вот два таких примера, которые были известны довольно давно. С тех пор мало чего было известно. Вот совсем недавно Илья Горшков и Наталья Маслова придумали ещё один. Показали, что если взять группу Янка-4, такая большая спорадическая группа, на самом деле, достаточно, то их прямое произведение двух таких групп тоже распознаваемо. Ну и, пожалуй, самое интересное, несмотря на то, что вот такие примеры есть, в общей ситуации, конечно, это скорее всего, так сказать, вот такие очень специфические надо искать примеры. Почему? Потому что, скажем, если вы возьмёте, ну вот я на последнем примере остановлюсь, если вы возьмёте произведение трёх групп, значит, временно групп степени 5, то очень легко построить просто Абелеву группу, у которой такой же спектр, такой же порядок. То есть, в общем, для которой даже гипотеза, понятно, более сильное утверждение, так сказать, неверно. И тем не менее, Илье удалось придумать, по крайней мере, бесконечно много, бесконечную некую серию групп, у которых три фактора в данном случае, и группы всё ещё распознаваемые. Но это, я думаю, что только Илья здесь, по-моему, ещё в архиве только лежит это всё. Ещё не вышла работа. Ну и естественные вопросы, которые здесь возникают, они такие, во-первых, можно ли взять произведение двух неизоморфных, ну или нескольких неизоморфных неабелевых простых групп и получить распознаваемую группу, ну или почти распознаваемую. Ну и ещё один вопрос, вот во всех этих примерах, количество вот этих вот факторов, количество неабелевых компенсационных факторов всё-таки ограничено. Можно ли построить, на самом деле, бесконечную серию, в которой растёт число именно, так сказать, вот этих вот неабелевых простых групп, в прямом, скажем, в цоколе, которая будет распознаваема. Несмотря на то, что это кажется довольно удивительным, судя по всему, ответ «да, можно». Хотя это надо будет сильно постараться. То есть гипотеза, что можно. Вот стоит в том. Да, значит, теперь немножко, вот о чём я посмотрю, оставшиеся у меня 10 минут, вот ещё на какую задачку, то есть как это, всё это выглядит очень теоретически, так сказать, имеет ли это какое-то отношение, можно ли на самом деле здесь что-то с вычислительной точки зрения сказать. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что для решения задачи, вообще говоря, для решения, скажем, задачи, что некая группа распознаётся, вообще не обязательно знать полностью её спектр, надо знать какие-то вещи хорошие про неё, которые отличают от всех остальных объектов. Но вот когда мы решаем задачи уже такие, вот как здесь это было, почти распознаваемся, когда вам нужно аккуратно понять, какие группы имеют вот ровно такой же спектр, на самом деле стало понятно, что нужно понимать, как устроен спектр, ну вот аккуратно, то есть нужно иметь какие-то хорошие описания. Но это, конечно, важно не только с этой точки зрения, вот это описание, там множество порядков элементов групп, оно такое, значит, такой предмет интереса специалистов самых разных, на самом деле, людей, которые интересуются конечными простыми группами. Вот эти работы, которые написал, так сказать, мой ученик Александр Матурлакин, они очень востребованы, как сейчас принято говорить, высоко цитируемая, так сказать, работа. Значит, итак, но давайте, во-первых, итак, надо понимать, что у нас утверждение состоит в том, что спектры конечных простых групп известны. Тут надо немножко оговориться, что при этом подразумевается. Давайте, во-первых, заметим, что множество, вот если возьмете спектр группы, любой конечной группы, то это, конечно, множество замкнуло относительно делимости. Это значит, что он однозначно определяется максимальными элементами поделимости. Восстанавливается. То есть вам, конечно, не обязательно знать все элементы спектра, достаточно знать, так сказать, максимальные поделимости. Простое измечение. Более того, он, конечно, даже определяется любым подмножеством своим, которое содержит эти максимальные поделимости элементы. Ну и вот на самом деле, говоря, что спектры известны, я буду подразумевать, что как раз явно описано некоторое подмножество. все делители которого и образуют спектр. То есть у меня оно обозначено через n. И вот в этом смысле некое утверждение, которое надо понимать, что они хорошо известны. Я чуть позже покажу некий пример. Ну а открытая проблема здесь вот какая. Хорошо бы знать спектры всех конечных, уже почти простых групп. Такое же явное описание иметь. Я даже приведу пример. В 2014 году у нас была школа, стандартная по алгоритмической теории групп, и приезжал Крис Паркер, сейчас он главный редактор журнала Group Sierra. И первое, что он спросил, только приехав, где Бутерлакен, он как раз вышла статья про ЕСМ, как там устроены элементы как раз в расширении ЕСМ. Это такой вопрос, который интересует многих разных людей. И я надеюсь, что такое описание тоже появится. То есть, по крайней мере, работа в этом направлении явно ведется. Так, ну и вот последняя такая вещь как раз. Давайте поговорим о том, можно ли понять... Ну вот хорошо, значит, вот у вас есть какая-то группа, вот есть ее спектр. Можно понять, он будет спектром конечной простой группы или нет? Ну или просто какой-то конечной группы. Да, значит, тут я сразу хочу сказать, что можно вообще говорить о произвольном подможестве множества натуральных чисел. Вот я его М тут красиво обозначил. Ясно, что произвольное множество натуральных чисел не обязательно замкнуто относительно делимости, и можно вот взять его замкнуть. Давайте это будем обозначать как раз Омега от М. Ну тогда мю от М это множество максимальных поделимости элементов в М, ну или что-то то же самое в Омега от М. Ну и с этой точки зрения, если теперь уже взять конечную группу, то мю от J это просто мю от Омега от J, так сказать. То есть мы берем замыкание, значит, мы берем соответствующий спектр и берем максимальные элементы. Вот, в каком-то смысле вот можно поставить такую вот, ну и такая естественная некая задачка. Вот у вас есть некоторое конечное множество натуральных чисел, подмножие множества натуральных чисел, и мы хотим понять, ну вот, то есть определить группу, у которых такой же спектр. Ну и описать все такие, конечно, группы. Ясно, что в общей постановке это очень трудная задача. Да, ну, во-первых, конечно, удобнее все-таки говорить, можно вот тут немножко совсем изменилось, говорить сразу, то есть М может быть любым множеством, понятно, что его можно сначала замкнуть. Во-вторых, значит, вот это более такое важное, так сказать, это, конечно, мы будем говорить о простых группах. Можно ли понять, верно ли для некоторого поножного множества натуральных чисел, что, ну вот есть конечная простая группа с таким спектром. Значит, вот у меня эта задача. Да, во-первых, тут некоторые замечания. Во-первых, понятно, что, ну вот из теоремы С, по крайней мере, если ее, ну, так сказать, вот мы знаем, это гипотеза Мазурова, значит, мы знаем, что, по крайней мере, для которых группа, для которых она верна, если мы решили первую часть задачи, то есть если мы нашли, значит, неабелевую простую группу, у которой такой же спектр, то мы знаем и все конечные группы, на самом деле, у которых такое же множество порядков элементов. А второе, более важное, может быть, соображение состоит в том, что, ну, понятно, что у тебя, так, если у нас нет никаких ограничений, по времени или, так сказать, то эта задача, конечно, ну, так сказать, легко решить. Ну, просто надо перебрать все там нужные группы. Вот, собственно, и все. А вот, в каком-то смысле понятно, что этот вопрос становится интересным, если мы интересуемся эффективностью. Ну, в частности, вот если мы спрашиваем, есть ли полиномиальный алгоритм, на самом деле, решение этой задачи, ну, полиномиальный от длины соответствующего множества, которым в данном случае, естественно, там, считать, я не знаю, сумму логарифмов, элементов, в него входящих. Ну, и вот оказывается, что и здесь можно довольно много чего сказать, и вот с Бутерлакеном мы доказали такую теорему, которая говорит вот о чем. Значит, если вы возьмете, значит, мы построили некоторый такой полиномиальный алгоритм, который по произвольному множеству подмножству натуральных чисел, неважно, кстати, вот есть конечная группа с таким, просто вот любое подмножие натуральных чисел вы берете, значит, говорит так, значит, он делает следующее. Либо он говорит, что такой группы нет, простой группы с таким спектром, вот, либо он предоставляет вам некоторого одного возможного кандидата. Вот, к сожалению, он, значит, да, каким свойствами обладает этот кандидат? Он обладает следующими свойствами. Значит, во-первых, он действительно единственный, то есть никаких других простых групп с таким спектром нет. Если вот такой ответ, значит, возник. Но еще мы знаем, что на самом деле спектр вот этого множества m, которое у нас было на входе, оно точно лежит в спектре нашей вот этой простой группы. Вот. Ну и на самом деле, вот вроде бы, так сказать, во втором случае, чтобы завершить весь процесс, вроде бы нужно ответить на простой вопрос. То есть нужно просто посмотреть на обратное включение. Верно ли, что, значит, спектр группы g лежит, вот, понятно, значит, в замыкании поделимости вот этого множества m. Но вот как раз с этим вроде бы естественным вопросом возникают некоторые затруднения, природа которых такова. Вот давайте мы посмотрим как раз на результат бутерлайт. Ну, пожалуй, самый такой понятный, тут не надо было сильно лезть, скажем, в линейно-алгебраические группы, чтобы его получить. Результат, значит, вот описание спектра линейных групп. Опять-таки, что описывается? Описывается некоторое множество, все делители, которого, собственно, и образует спектр. Вот оно имеет такое описание. Легко понять, что, скажем, ну, оно мало зависит вот от q, от порядка поля. То есть мощность, скажем, этого множества не зависит. Но, к сожалению, вот это описание явно серьезно зависит от того, как число n, а n в данном случае это размерность, да, сколько у него, понятно, вот от разложения числа n в сумму, сумму просто, значит, как это называется-то, в сумму слагаемых от количества таких разложений. Вот. И это, в общем, да, это, естественно, такая, ну, она, конечно, по крайней мере, квазиполиномиальная. Значит, вот тут возникает некоторый экспонент. Я не буду подробнее, у меня заканчивается время. Ну, вот, на самом деле, даже такой простой анализ, достаточно прямой анализ вот таких, значит, вот этого описания и каких-то алгоритмов, которые здесь существуют, говорит нам вот о чем. Значит, по крайней мере, вот это множество мио-джи может быть построено за поленом для исключительных групп лиева типа, для знакопеременных групп, на самом деле для классических групп, если вы ограничите размерность, да. А вот если нет, то пока так не получается, вам нужно, по крайней мере, ну, так называемый, там, квазиполином. То есть вот функция, которая, там, вот m в степени, да, там, корень из лог-лог m, да, по крайней мере, вот такое ограничение работает. Вот, ну и тогда, вот по модулю вот этого, так сказать, соображения, вот возникает последняя такая на сегодня теорема, которую я хотел бы, так сказать, вот сообщить, или такой результат, что если вы, значит, итак, что мы знаем точно? Мы знаем, что найдется, вот вы берете, что есть такой алгоритм, который, взяв множество натуральных, любое подножное множество натуральных чисел, значит, выдаст вам, ну, либо скажет, что группы нет, конечный простой, значит, у которой спектр совпадает с замыканием соответствующим, либо, ну, вот, выдаст такую группу, ну, вот, а время ограничено, ну, вот, в худшем случае, вот такой функцией. Вот, ну, а открытый вопрос, понятно, так сказать, я вот, то есть, я не знаю, существует полимеральный алгоритм или нет. Я думаю, что нет, но это надо, вот, это такой вопрос интересный, на мой взгляд. Вот, да, значит, я обещал пару слов сказать по поводу вернуться вот к множествам порядков, ну, множествам размеров классов сопряженных элементов, но поскольку у меня время заканчивается, совсем коротко скажу. Значит, вот здесь ситуация такая, значит, несмотря на то, что гипотеза Томпсона доказана, но вот хотелось бы, конечно, получить какие-то там, скажем, ну, вот эти вычислительного сорта такие результаты здесь. Что этому препятствует? А это препятствует на очень простая вещь. У нас просто нет явного описания хорошего таких множеств. А это было бы интересно, что для простых групп, уж тем более и для почти простых групп, это было бы интересно с точки зрения очень многих задач. И это такая задача, на мой взгляд, очень достойная, которой можно было бы позаниматься. Вот, ну, вот, собственно, все, это мой последний слайд в качестве прощения. Это вот те пять, на самом деле, фактов, которые, на мой взгляд, полезно помнить, ну, как полезно знать по истечению моего доклада. Все, у меня все, спасибо. Благодарим докладчикам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»